Здравствуйте! У нас сегодня в гостях глава Канавинского района Нижнего Новгорода Михаил Шаров. Добрый день, Михаил Сергеевич! В начале давайте поговорим с вами о насущном ЖКХ, о том, что нас окружает. Расскажите, как у вас в районе реализуется программа формирования комфортной городской среды? Мне за реализацию программы комфортная городская среда в районе совершенно не стыдно. Не стыдно потому, что начали мы еще с 2017 года, и тогда Нижний Новгород был пилотом по проведению данной программы. В 2017 году мы благоустроили порядка 36 гектар дворовых территорий. Просто представляете, какое колоссальное количество. И поэтому опыт по проведению и реализации этой программы у нас в городе, ну не постесняюсь этого сказать, наверное, самый колоссальный. В этом году было реализовано 8 дворовых территорий на улице Тихорецкой. Все сделано вовремя, в срок, качественно. Принято еще в сентябре, в начале сентября. Из общественных пространств была реализована в первую очередь сквера Канавинский по Московскому шоссе. Проект уникальный, интересный. Фишка этого проекта – памп-трек, который находится в этом сквере, практически круглосуточно занят не просто ребятишками, а людьми разного возраста. Катаются, не переставая. Я искренне восхищен, что так хорошо получилось. Но это еще не самое главное. Самое главное то, что он у нас, по-моему, один в России, вот из таких объектов. Всего в России 5 городов, в которых есть такие памп-треки, да. Ну а в целом, если говорить о благоустройстве, вот в чем самая большая гордость ваша? Ну, первое – это, безусловно, опять же, реализация федеральной программы «Комфортная городская среда». В этом плане, повторюсь, но это действительно гордость, что у нас получается действительно хорошо, вовремя, в срок, качественно. Вот. Второе – это территории, которые мы благоустроили и ранее, и в том числе к проведению матчей чемпионата мира. Район совершенно поменялся. Поменялся внешний вид, поменялся содержание, настроение жителей. И считаю, что вот в этом плане работу будем продолжать. Ну вот если продолжать говорить о программах, у нас есть городская программа, это культурный район. Подскажите, пожалуйста, Канавинский район войдет ли в эту программу? Обязательно войдет. Канавино – уникальный район, в котором много интересных исторических мест, моментов, начиная с собора Александра Невского, собора Старо-Ярмарочного, Строгановского храма на Гордеевке, Нижегородской ярмарке, цирк, дельфинарий, парк Первого мая, музей паровозов, Дельская железная дорога. Действительно большое количество мест и событий, где можно проводить большое количество мероприятий. Это и театр веры, и опять же стадион, который стал уже центром проведения многих и общегородских, и областных мероприятий. И совсем недавно это был федеральный форум России – спортивная держава. Так вот, итоги уже подведены. Канавинский район будет, безусловно, принимать участие в программе. Да, а когда он войдет в эту программу, мы обязательно расскажем в программе «Время новостей». Помимо того, что Канавинский район имеет такую большую историческую значимость, это еще и уникальный район тем, что он многонациональный. Это тоже как-то отразится в реализации программы «Культурный район»? Безусловно, так. У нас активно действует межнациональный совет, и достаточное количество и национальностей, и конфессий живут очень мирно, дружно между собой. Мы вместе реализуем общегородские, общерайонные мероприятия. Поэтому, безусловно, наша многонациональность будет одной из фишек реализации программы. А сколько примерно национальностей на территории района? Десятки? 136. 136. Действительно, уникальный район. А расскажите, пожалуйста, Михаил Сергеевич, как прошло начало отопительного сезона у нас в Канавино? Начало отопительного сезона прошло в штатном режиме, достаточно планово. Жилищный фонд очень большой – 1350 многоквартирных домов. Основная часть – это, конечно, дом управляющей компании Канавинского района. Есть и дома, которые обслуживаются городской управляющей компанией и другими управляющими компаниями. Но все прошло в штатном режиме. Моменты перехода с около нуля, они, конечно, немного напрягают, особенно в тех местах, где котельные оборудованы погодозависимыми датчиками. То есть, когда температура атмосферного воздуха, так скажем, не сильно низкая, до около нуля, теплоноситель тоже не выдает всегда необходимые показатели. Поэтому иногда жителям может показаться, что батарея холодная. Однако, необходимые замеры, которые проводим, подтверждают, что норматив 20-21 градус всегда есть. То есть, все в штатном режиме было. А много ли жалоб вообще поступает от жителей на домоуправляющие компании? Вы знаете, я очень часто встречаюсь с жителями, причем встречаюсь именно на улице, проводя вот такие встречи во дворах. И 90% обращений жителей, вот весна, лето я провел около 40 встреч таких, 90% обращений – это именно деятельность домоправляющей компании. Вот совсем недавно у нас поменялся руководитель домоправляющей компании. И мне, и не только мне, и сотрудникам администрации, и жителям показалось, что работать стали лучше. Я считаю, что вот когда мы друг друга слышим, друг друга понимаем, быстро реагируем на возникающий вопрос, жалобу со стороны жителей, то, безусловно, все получится. И сейчас работа стала лучше, однозначно. Вы совместно реагируете вместе с домоправляющей компанией на жалобы? Обязательно. Вот прием граждан, который я провожу практически ежедневно, любой человек может свободно позвонить, записаться, прийти, да и так может просто прийти своим вопросом. Обязательно директор домоправляющей компании присутствует на приеме тоже, чтобы вопросы к нему возникающие решались оперативно, прям на месте. Я всегда, вот проводя встречи с жителями, когда возникает какой-либо вопрос, чтобы это не было ощущением, поговорили и забыли, сразу на телефоне решаем все, что возможно. Это эффективно, быстро, и житель сразу понимает, что он не вот во вселенную сказал в воздух какую-то информацию, а что-то его вопрос решается сразу. Вот сейчас с наступлением холодов не стало больше жалоб? Пока нет, этого не заметил ни по отоплению, ни по уборке, хотя вот зима наступила педантично очень, так, 1 декабря снег выпал. Вот, пока там повышение шквала или какого-то звонков не замечаю. А с чем обычно к вам приходят жители? Ну, абсолютно широкий спектр вопросов, самые частые, вот до последнего времени, да и в последнее время тоже, это именно вот работа домоправляющей компании, это содержание жилья, иногда и возникают вопросы в уборке территории, где-то освещение, ну, вот такого плана. Расскажите, пожалуйста, как район готовится к Новому году? Где будет главная новогодняя красавица установлена? Что еще будет в районе? Традиционно мы к Новому году, безусловно, готовимся, и уже сейчас у торговых центров елки выставляются. Самая главная ель 13 метров высотой у нас будет установлена в парке имени 1 мая, там и будет основная центральная площадка, где будем проводить мероприятия. Кроме того, 12 дворовых территорий, где будут выставляться тоже живые елки, наряжаться они будут силами ребятишек, учеников Канавинского района. Кроме того, елка будет и в сквере Канавинском, в Новом сквере, елка будет и у театра Вера, то есть там большое будет представление. Ну, основное это, безусловно, значит, парк 1 мая. Кроме того, я ежегодно провожу большое мероприятие для слабозащищенных слоев населения, для ребятишек из многодетных семей в том числе. Это ДК Железнодорожников, там около 700 ребятишек мы приглашаем, проводим для них хорошее представление, театрализованный театр Вера именно выступает. Ну и, соответственно, дарим всем сладкие подарки. То есть это будет обязательно, это будет 6 января. Ну вот уже совсем скоро, а пока вот декабрь, да, уже время подводить итоги работы за год. Вот чем больше всего гордитесь за этот ушедший год? Первое. Стабильность. Стабильность в плане реализации федеральной программы «Комфортная городская среда», которую мы реализовали вовремя, в сроках качественно. Безопасные, качественные дороги. Тоже удалось отремонтировать достаточное количество улиц. Очень качественный, я считаю, был сделан ямочный ремонт. Просто большой объем, порядка 70 тысяч квадратных метров. Это сравнимо фактически с новым строительством. Мне очень приятно, что строится у нас два детских сада, вернее, один детский сад на 320 мест на Карла Маркса. Заканчивается работа в этом году, и с следующего года он будет готов принимать ребятишек. Детский сад, который был детским домом в свое время, 68-й детский сад, в этом же году уже будет готов принять ребятишек, 290 мест. И ясельные группы, 4 ясельные группы на сортировке, микроэнсортировочной, 7-й детский сад. Спасибо большое, Михаил Сергеевич. Мы действительно будем за вас очень болеть, потому что Канавинский район преображается на глазах. Просто невероятно. А я напомню, что у нас в гостях был глава Канавинского района Михаил Шаров.